В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. 6 октября в Вашингтоне состоится премьера документального фильма «Совсем не факт, что человека следовало убивать». Это цитата из высказывания президента Путина, и речь в этом фильме пойдет о тайнах убийства Бориса Немцова. Фильм снят режиссером Леонидом Мартынюком по сценарию, по идее Андрея Андреевича Пиантковского. Мы беседуем с Андреем Пиантковским. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, пожалуйста, о чем этот фильм? Вроде бы, как бы уже много писали, говорили об убийстве Немцова, пойман его, так сказать, предполагаемый убийца. Ну, даже начался процесс. На скамье подсудимых сидят четыре человека, непосредственно убийцы. Заказчиком и организатором одновременно объявлен некий шофер Мухаддинов. Ну, прежде всего, несколько слов о названии фильма. Это цитата из знаменитого высказывания Путина об убийстве Немцова, который так перекликается с его классической фразой об убийстве Политковской. Ее смерть принесла нам больше проблем, чем вся жизнь этой незначительной журналистки. На мой взгляд, просто преступник и в том и в другом случае выдал себя. Расследование убийства Немцова продолжается уже полтора года. И, на самом деле, нам известно очень много. В отличие от большинства политических убийств в России, в общем, ясные мотивы преступлений круг заказчиков и организаторов по очень простой причине. Расследование убийства стало предметом ожесточеннейшей борьбы кланов на самом вершине российской политической власти. И в этой борьбе, в общем, люди выдали очень много информации обществу. Достаточно просто было внимательно наблюдать за их действиями, заявлениями и сопоставлять факты, что я, собственно, и пытался делать. Есть какие-то сенсации в этом фильме? Ну, сенсации были, как и... Я думаю, я не знаю, насколько внимательно следили в Израиле за этими событиями. Сенсация произошла где-то на третий или четвертый день после убийства, когда были арестованы высшие офицеры кадровских спецслужб. Те четыре человека, которые сейчас и находятся на скале подсудимых, которые, собственно, признали в своих преступлениях, были изобличены массой доказательств. Эта сенсация была настолько неожиданной для... неприятной для самого Путина, что он недели на две исчез из публичного поля. Это в начале марта прошлого года. Ну, потому что ясно было, что каждому, кто знаком с нравами Чеченской республики, ясно, что эти люди могли совершить это преступление только по приказу самого Кадырова. Это факт номер один, который стал очевиден. Ну, а факт номер два, сопутствующий, ну, он, собственно, был понятен любому человеку с момента преступления. Фактически преступление было совершено на Красной площади. Ну, не совсем на Красной площади, но, действительно, в самом центре Москвы. Ну, я говорю, он ходил через Красную площадь, ходил на Москворецкий мост, то есть слежка за ним наблюдения велись на Красной площади, и на Красной площади Москворецкий мост – это место, утыканное всеми средствами наблюдения, место ответственности за безопасность, которую несет федеральная служба охраны, и, естественно, без содействия этих структур ничего там не могло произойти. Например, когда в том же месте люди пытались поднять украинский флаг на пике какой-то солидарности с украинским Майданом, офицеры безопасности появлялись из-под земли немедленно и схватывали ее. Ну, неоднократно утверждалось, что вот непосредственно, как бы, Путину вот эта вся история была совершенно ненужной, и как бы он был в этом, мягко говоря, не заинтересован. То есть, если в вашем фильме расследователь такая версия, что это сделано было, ну, скажем так, в пику Путину? — Арест этих людей был совершен, конечно, в пику Путина, в федеральной службе безопасности. — Нет, я говорю про самоубийство. — Это было прямым вызовом Путину. И это было не случайным вызовом, который имеет очень долгую историю. Значит, во-первых, они арестовали этих людей, кроме того, что это очень ответственные сотрудники охраны ближайшей структуры Кадырова, они оказались родственниками второго и третьего человека в чеченской структуре, это депутатов Геремеева и Дилимханова. ФСБ попыталось допросить этих людей, которые скрылись и вообще уехали из России, они направились в Чеченскую республику, пытаясь допросить там еще одного связанного человека, убили его при содержании, и все время делились неожиданно информацией средствами массы со СМИ о том, что следы ведут к окружению Кадырова, и они собираются допросить и Кадырова. Эта ситуация была вообще не видана для истории путинского режима, такой, собственно, вызов Путину, который является автором проекта Кадырова, и, собственно, Россия, это не Путина и Кадырова. Так в этом-то и заключается суть вызова. Не пепел убиенного Борисовича Немцова стучался в сердце работникам ФСБ, которые решили найти и наказать настоящих убийц, а их старое и застарелое недовольство, мягко говоря, все силовики были, не только ФСБшники, все силовики были недовольны проектом Кадырова. Они считали, что Путин решил их победы в Чечне, так называемой, что он отдал слишком много власти Кадырову, и они решили использовать убийство Немцова, совершенное, значит, как им удалось показать обществу и с этим согласны адвокаты потерпевших, которые участвуют сейчас в процессе, было совершено ближайшим окружением Кадырова. Это не могло не произойти по приказу Кадырова. Теперь характер отношений Кадырова и Путина, характер поведения Кадырова и понимания им роли в Российской Федерации, где он вызывал враждебную реакцию всех силовиков. Напомню, что его отец был убит на трибуне 10 лет назад во время празднования победы 9 мая 2006 года. Он прекрасно был, Кадыров знал, что его отец был убит силовиками, и все силовики крайне недовольны им и проектом Кадыров, единственной опорой его в России, тем Аллахом, который дает деньги Чечне и обеспечивает безопасность Кадырова, власти Кадырова в Чечне является Путин. То есть Кадыров не мог поступить это, пойти на такой шаг без ведома Путина, не понимая, что он делает это по приказанию или поручению, или по желанию Путина. Весь вопрос был в том, высказал такую мысль о том, что Путину хотелось бы поручить ему убийство Немцова. Мое первое подозрение было, что действительно, как вы сказали, это в пику Путину, как покровителю Кадырова, для того, чтобы спровоцировать, получить повод для снятия Кадырова, эту мысль ему как бы ложно подсказали те же самые ФСБшники, которые открыли охоту на Кадырова, как на убийцу Немцова, приступив к расследованию этого преступления. И я даже высказал это предположение в печати. Но, видимо, товарищи чекисты прочли, отреагировали и слили, опять же, в СМИ, в оппозиционные СМИ, между прочим, очень существенную информацию на Виктора Золотова, самого близкого к Путину человека, которого тот несколько месяцев назад, уже в разгаре вот этого конфликта, назначил, переформировав все силовые структуры, назначил руководителем новой национальной гвардии, которой было приписано 400 тысяч сотрудников, как бы противопоставя ее другим силовым структурам. Ясно было, что эту национальную гвардию Путин создавал не для защиты от демонстрантов Домболотной площади или забастовщиков в каких-нибудь моногородах, а для своей защиты против потенциальных акций других силовых структур. Так вот, в докладе Яшина о Кадырове и в анонимной статье в новой газете, названной «Как убивали Бориса Немцова», была опубликована эксклюзивная информация о встречах Золотова с убийцами, о встречах на базе в Чечне, о его действиях во время убийства. Золотов долгие годы был руководителем Федеральной службы охраны, и хотя в момент убийства он занимал другой пост, заместителем министра внутренних дел, он сохранил там влияние и фактически тоже де-факто руководил этой структурой, и он распорядился об отключении систем наблюдения, потом способствовал уничтожению тех записей, которые остались. Вот вся эта информация на Золотова была опубликована, и после этого картина стала достаточно ясной. Да, и, кстати, известно, что Золотов – это единственный из крупных силовиков, который находился в очень близких и даже дружеских отношениях с Кадыровым, то есть он такое идеальное промежуточное звено между Кадыровым и Путиным, с которыми он обоими очень близок. После этого картина стала ясной, что никто, собственно, кроме Золотова, такую мысль Кадырову не мог подать, да и, в общем-то, Кадыров как человек осторожный никакому другому силовику, тому же Быстрыкину, руководителю ФСБ, например, не поверил бы, зная их отношения к нему. Вот повторю еще раз ту схему, которая выстраивается в нашей версии. Убийство совершено приближенными Кадыровым. Это могло произойти только по приказу Кадырова. У Кадырова не было никакого личного мотива убийства Немцова. Он мог отдать такой приказ, только считая, что он действует по поручению Путина. Такое поручение мог ему отдать только лично Путин, но что, скорее всего, как обычно в таких случаях происходит, это сделал Золотов. И опять же, Золотов как человек очень верный Путину, и эта верность была оценена уже после всего этого скандала с убийством, вызывающим назначением Золотова и производством его в члены Совета Безопасности. И все действия Путина уже после убийства были направлены на то, чтобы остановить следствие, не дать ему продвинуться к Кадырову и Золотову. И под давлением Путина председатель Следственного комитета Бастрыкин в общем закрыл дело и направил его в суд, приняв смехотворную версию о том, что заказчиком и организатором убийства является некий шофер Махудинов. Поэтому на скамье подсудимых сидят, да, рядовые исполнители убийства, но явно проследуется цепочка людей, которые только и могли отдать им такой приказ. Это Кадыров, Золотов, Путина. Ну что ж, мы ждем премьеры фильма. После премьеры в Вашингтоне и в Брюсселе фильм будет где-то показан, можно его будет где-то посмотреть? Ну, он будет в доступном, в доступе в интернете. Отлично, он будет в широком доступе, его можно будет посмотреть в Ютубе, да? В широком доступе в Ютубе, да. Я думаю, уже после 6, начиная с 7 октября. Понятно, благодарю Вас. Вы можете показать его по своим каналам, я Вам торжественно от имени режиссера и, собственно, передаю Вам такие права. Спасибо. Мы беседовали с политологом Андреем Пианковским по поводу премьеры фильма. Совсем не факт, что человека следовало убивать. Премьера состоится 6 октября в Нью-Йорке. Программа «Тема дня» на телеканале ТОН-ТВ. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова